Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в RimWorld Alpha 16 И свадьба, у нас скоро свадьба Надо сделать им место для проведения свадеб Поставить, да, вот место этой кровати, как я планировал Единственное, что... Таня, демонтируй кровать, пожалуйста, нам сразу Все, и теперь можно будет, наконец-то, разметить место для проведения Проведения свадеб Здесь пол отшлифованный, стеночка, может быть, да, все постоят здесь, потусят и будет красиво И все будут еще более рады после этого Единственное, что как-то, ну, простенько такое, да? Зрители могут смотреть с любой стороны А, может быть, даже стоило бы посередине здесь поставить Слушайте, а ну давайте попробуем разобрать и поставим вот прям вот так вот даже как-то Вот так Чтобы вот этому нашему заключенному Его одним глазом Можно было тоже посмотреть на свадьбу Как-нибудь там через замочную скважину Чтобы он посмотрел, как мы дружно живем здесь все Еще грузовый контейнер, да? Что это такое? О, в том же месте Ух ты! Ух ты! Слушайте, это круто Придется сухпайки складировать сюда Изделия Так Изделия, медикаменты, наркотики Материалы, материалы, блюда, да? Блюда Сухпайок На этот склад у меня выделен, да? Да Давайте тогда максимальный приоритет здесь поставим, наверное Или высокий хотя бы Вот, значит Так Саша Саша еду забирает Тоже надо Идет дальше еду забирать Давай, Саша, наверное, вот эти пайки перенеси Ну, блин, по 10 Это еще грузовый контейнер? Вы что, шутите? А, ну тут Хлам какой-то Гранит Ну, недалеко могут, в принципе, и забрать потом Я в целом-то не против Так Вадим идет копать металл, наконец-то, да? Что нам еще нужно сделать? Что я еще забыл Сделать в прошлой серии Из того, что планировал Ну, металл нам нужен, да Как воздух просто Без металла тут Дела не будет Лампу бы еще это, конечно, достроить Было бы хорошо Лида Кстати, Лида может Поохотиться есть на кого? Лидия, а? Давайте проверим Может кто-то пришел из животных Хотя бы какой-нибудь там, я не знаю Харек Так, Лида Перенеси еще Психолистов немного, наверное Да Пока животных нет Как-то в этом плане Прогадал я маленько С такой вот областью Так, Саша, Лида, Славик, Антонио Не знаю, чем там занимается Антонио Но Антонио чувствует, что нужно Перенести еще бойков немного Эп, Славик уже Быстренько один Захалал Ну, ничего не поделать Кстати, они получают за сухпайки За эти Съела хорошее блюдо, ясно Окей Так, как у нас в холодильничке Все в порядке С температуркой Варги ходят Кушают себе Скоро, по идее, уже Градей должны И Хаска, и Варг Так Все, металл уже Копается Замечательно Давайте закончим Наверное, первым делом Вот эту штуку Я бы закончил Первым делом Все же Сейчас Славик Достроит Гидропонную Эту Ферму Столик В смысле А не ферму Да, наверное Правильней И мы посадим Здесь Пока что Чорис, да Как обычно Вот Хлопок подрастает Ткань скоро Появится у нас О, наконец-то Так, Слава Я же тебе вроде бы Сказал Работать над этой штукой А не над Вот этой штукой А он может Сразу металлы Туда и сюда Занес, да Вот в некотором плане Они умные Такие местами Да, а в некотором плане Че-то как-то и Не шибко Не шибко умные Так Ну, ну что О, да Наконец-то Наконец-то Можно будет исследовать Нормальные уже Какие-то Полезные штуковины Исследовательские Этот столик Я думаю Мы можем разбирать уже Он нам не нужен Он не будет Использоваться Я думаю В дальнейшем Исследовании Вот Но теперь Мы наконец-то Можем Сможем Исследовать Что-то действительно Полезное Так Что у нас дальше Тут еще комнатка есть Давайте мы ее тоже Может быть откроем Посмотрим Что там будет Вроде комнат больше Пока я нигде не вижу О, так Металла уже Выкопали Молодцы Нормально Так Давайте еще Вот этот Вот скопнем Блин Забрать бы еще Вот эти Они портятся Здесь лежат Таня проснулась Нет Таню мы не трогаем Даша Даша на исследованиях Тоже наверное Трогать не будем Саша Ты чем занят Еду переносишь Подожди Саша Давай О, слушай Тут Вадим есть А Вадим не переносит Да, вроде бы Или как раз Несет компанию А Турель строить идет Блин Вот реально Жалко что Он не возьмет Сейчас все компоненты Так Подождите Теперь У нас открылись Новые исследования Наконец-то И Сборку компонентов Изучаем Первым делом Да О, можно будет Силовую броню Делать И энергооружие Это хорошо О Тут даже можно еще Копнуть парочку Компонентов Дополнительно Так Еще пять рационов Кто захочет Их забрать Таня Таня строит Даша исследует Ладно Даша потом Надо забрать Чтобы они тут Не пропали Если топливо Еще может быть Нам сейчас Не нужно То Животное Присоединилось Группа Кошка Брошенных Или потерянных Забрели в эту местность Они видимо Привычны к людям Потому Присоединились К вашему поселению Вы Серьезно? Вы это Серьезно? Нам игра решила Котапокалипсис Устроить Здесь Что ли? Кошка Игорь Кошка Игорь Что? Что? Так И что мы с ними Будем делать Со всеми Этими Кошками Чем они питаются? Сырое мясо Тела Животные Продукты Блюда Обработанная Пища Еда Для животных По 250 Баксов За кошку Так Я Озадачен Прям Таким количеством кошек Это реально Сейчас у нас Котапокалипсис Начнется Блин Но На мясо Их пускать Я точно Не хочу Это как-то Неэтично Например Просто продать Их В принципе Можно Тем Кто сможет О них Заботиться Поэтому Я даже Не знаю Давайте Мы Расширим Может быть Вот эту Вот Область И будут Они здесь Трупы Есть Ну А что Делать Как Бы Да Их Много Надо Места Много Сделать Вот это Да Сколько Их Там Штук Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Десять котов Они сейчас Начнут Ещё Плодиться Все Дружно Да Боже Мой Ну Пусть Подъедают Трупы Может Они Немного Есть Будут Или Они Едят Все Одинаково Животные В этой Игре Интересно но это жесть это жесть тверп вот это да вот это да они часто сожрут всех трупов и чем мы будем делать это это для варгов была еда боже мой хищные кошки-убийцы на тренируемых да будут жрать людей ну а что делать блин у мелко это классно были вот это жесть не было проблем как бы столько с кормежка их да еще ладно а так кормить то их нет их можно конечно рисом кормить до каким-нибудь вот но 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 я даже не знаю я немного прям прифигел если честно да игорь игорь ты занял место варга группа кошек ладно там одна кисонька к нам присоединилась бы да я бы я бы взял бы с удовольствием на постоянной основе она бы здесь у меня даже жила бы наверное а вот так вот так такой стаей что им что мы с ними будем делать сейчас реально как забеременеют еще и все начали влюбляться уже а хочу можно на переноску натренировать а их вообще тренировать нельзя все все сереньким горит вот это да такого я не ожидал жизнь меня к такому количеству котов не готовила так турельки турельки отлично раз турельки готовы надо к ним энергию может быть протянуть наконец-то давайте как-нибудь отсюда потянем ой как автосейф не вовремя так что-нибудь такое сделаем по идее все должно подключиться так хорошо мешки готовы турели тоже парочка турелей у нас будет еще металла немного здесь есть давайте еще покопаем ой это я наверное зря от это нам точно не надо выкапывать куда дальше мы пойдем копать давайте смотрите вот здесь еще есть металл и здесь тоже давайте наверно выкопаем сейчас запасемся металлом здесь у нас тоже вот где-то вот тут вот было залеж небольшаем тоже заберем ее пусть наши копатели копают так кисоньки ням-ням ногу отгрызть кому-то сколько процентов сжирает так вы тепло в холодильник запускаете не надо заходить сюда постоянно водка вот давайте посмотрим четыре процента два процента сожрала до три процента частей тел обгрызают были нам срочно нужен торговец который бы купил бы этих кошек давайте построим попробуем этот ребята говорили что при помощи консоли связи да можно ух какая она здоровая при помощи консоли связи можно вызывать торговцев так давайте мы тогда наверное покопаем еще вот здесь я думаю можно будет здесь поставить консоль связи и крафтовые комнатки еще будут нас ниже здесь будет склад со всяким добром или не добром и может быть снизу еще будет склад там например с камнем с какими-то такими материалами так покрытие и снятия выровнять это да нам нужно чтобы на нас сейчас кто-то напал срочно потому что такое количество кошек чтобы покормить на прокормить нам придется огромное количество трупов держать в холодильнике холодильник кстати ну минус 9 держится кстати у котов сколько там минус 14 комфортная но не нормально никаких они ничего не получают там обморожение никакого будет меньше может желание им заходить сюда хоть бери ставь еще там минус 20 чтобы быстрее может охлаждалась я не знаю жесть просто по очереди целый день заходят и все пока от одном от от одного конца очереди до другого конца дойдет да уже проголодаются те которые первыми ели и так по кругу просто ходят и хавают ходят и хавают в холодильнике все 12 13 14 все охлаждается главное чтобы трупы реально не портились до так как у нас тут лампу до сих пор мы не построили еще что мы еще тут не сделали полезного такого там много чего еще полезного не сделали на самом деле хотя бы с едой разобрались да вроде более-менее может даже побольше вот таких вот блюд делать уже появились эти у нас медикаменты первое так а вот здесь давайте с этого склада мы наркоту уберем но точно вот так вот надо было сделать я забыл об этом рог можно продать кучу денег заработать да в принципе консоль связи наверное было бы полезно построить давайте мы и наверное даже прямо так сейчас впихну сюда здесь будет тесно но потом если что мы перестроим ну переставим ее я надеюсь можно и будет переставить пока поставим консоль связи сюда только разобрать можно блин наверное нельзя будет переставить ладно дождемся когда выкопают здесь чтобы больше пространства было в комнате что расстояние между предметами было побольше посвободнее чтобы было да коты меня конечно озадачили и так тут с едой проблема для животных кстати может кто-то появился из мы конечно могли бы да вот плюнуть вот так на на все и просто всех котов пожарить и съесть но я так не могу даже кисоньки и санки грузовые контейнеры с котами да еще котов нам пожалуйста немало блоки известняка ерунда было бы еще прикольно если контейнеры с котами нам повыпадали это было бы да то что надо как раз тут вот лежит лежат компонентов какое-то количество да но они там не портятся и пусть пока лежат потом их перенесем если что во выкопали наконец-то отлично быстренько выкопали и теперь быстренько давайте консоль связи за бодяжем здесь вот так вот даже на таком расстоянии так что нам еще нужно сделать как можно быстрее станя таня спать идет даша тоже спать идет славик но проводку да вот здесь тоже было бы неплохо жара начинается жара 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 что нам жара это даст да в принципе ничего шапки бы сделать да было бы неплохо но пока не до шапок давай славик доделывай проводочку тут надо это тоже непроведенная вся я понял так саня может поможешь камень несет ну ладно тоже надо убрать его в принципе чем вот правда для холодильника жара это плохо вот это единственное что он постоянно все будут сюда заходить и он очень и очень сильно охладиться но смысле наоборот нагреется и трупы испортятся из-за этого и все и все так секундочку так окей мы продолжаем нужно было немного отойти чем мы тут занимались да у меня это родилась очень гениальная идея ограничить на время зону так уменьшить доступную область убрать короче зону холодильника отсюда вот чтобы никто из этих животных сюда пока не не заходил пока не охладиться хорошенько чет не охлаждается где мои минус 156 градусов я не понял через 11 7 дней испортится так может двойным рядом стенок здесь как то это заложить заложить чтобы ну я правда не знаю мы их строить будем сейчас еще я не знаю сколько что у нас там мраморных хватает хватает давайте попробуем я знаю может быть меньше будет охлаждаться все это дело вдруг правильно так ну смысле наоборот нагреваться меньше будет единственное что нужно сейчас кого-то озадачить так лида лида развлекаться идет я не против кстати турели я так и не выключил ты и а эти уже тоже подключены чудесно так все теперь турели отключили все остальное вроде бы работает а это хорошо лампу эту можно в принципе выключить но с другой стороны смысла нет выключать лампу мы не особо сильные того энергии тратим правильно так антонио год антонио не готовит антонио хавает таня проснулась проснулась и кушать сразу я не против димы дима дима наверно черти где копает просто да поэтому ответственный какой работник прям вообще так и теперь сюда идешь копать ты прикалываешься дима да забей на она на раскопки на эти давай лучше что-нибудь там поделать такое попроще так влад наверно давайте я всех сейчас на работу сюда отправлю перед сном немножечко позаниматься лида хочет перенести немного риса на склад ну холодильник точнее да я не против как тут блин три градуса на 1 при трех градусах при стрелок при трех градусах довольно быстро испортится все надо сейчас срочника доделать я не знаю может быть это поможет может быть стеночки нужно было бы сделать не знаю не стеночки от двери может быть да если бы я сделал какие-то другие то может быть было лучше все внутри ноль градусов хорошо немного уже попроще так дима давай может быть что-нибудь еще построить успеешь так лида саша давайте сюда так алида у нас не строитель просто-то по моему давай сюда вадим что там кто там дима риск легкого нервного срыва все минус 2 минус 3 хорошо вроде бы немного уже лучше пошло вот гадские коты какие а заняли место а просто потемнело на самом деле на улице сейчас не так жарко поэтому и не не выше 40 как было да поэтому и тут начало немного охлаждаться потом когда проголодаются эти зверюганы потом мы их выпустим но раньше наверное не будем так надо еще кровать одну поставить мебель спальное место для животных давайте здесь три поставим на всякий случай так что там у нас вадим не спит вадим уже спит даша не спит даша строит поэтому давай даже немного нам тут холодильник под это надо хорошо тела свежие пока еще остались те которые остались и она снова идет исследовать ладно даша давай я тебе пока что поставлю строительство на 1 вот поэтому нужно срочно достроить здесь стеночки желательно вот это вот тоже все достроить лампу здесь поставить наконец-то чтобы днем и ночью здесь рос этот дьявола нитник так башкир у нас случайно там не строитель нет о строитель да потенциальный во всяком случае не профессиональный но потенциальный так таня сажает траву всякую я не против а это рис она сажает здесь сейчас хорошо здесь сено растет потихоньку на тридцать шесть процентов так она медленно расти будет конечно без вот этого дела блин картошки сколько тут еще с ней с картошкой и у нас заканчивается мясо скоро мы перестанем кушать вкусные блюда так дима давай наверное поработаешь над стеночкой копать ты успеешь еще накопаться по самой не могу может всем поставить пока что строителя на единичку да и не мучиться таню не трогаем вадим влад саша давай и дима на единичку строительство быстренько достроим здесь все полот выровняем да наконец-то может быть потом уже копать пойдем сейчас у нас вроде бы хватает металла тут где-то был он в общем где-то где-то был металл вот да где-то вот тут так надо еще вот так вот сделать тут выкопали тут выкопали тут еще копаем так ну как там внутри минус 8 всего затмение затмение не страшно вот если конечно вспышка звезды произойдет вот тогда будет неприятно так ну и что нас то спасло хоть как-то от такой жары 46 градусов снаружи даже учитывая затмением блин это жёстко 47 это да сейчас всем жарко надо всем бы шапки ковбойские сделать лида бездельничает так лида давай мы посмотрим может лида на кого-нибудь пойдет поохотиться о смотри лида еда пришла немного конечно но все же это еда так 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 еще грузовые контейнеры привалили может там что-нибудь вкусное будет кукурузка пойдет кстати недалеко лида чё ты бездельничаешь а почему она бездельничает если она не бездельничает я чё то не понял почему то она занималась этими да развлекалась развлекалась и почему то игра посчитала это за бездельничание без забезделье наверное так как то что там у нас по компонентам 12 есть сборка компонентов изучена прекрасно давайте в глубокое бурение ударимся попробуем так так сейчас попробуем вызвать этих каких-нибудь торговцев консоль связи славик а ну-ка связаться с кем мы свяжемся племя племя на город вот этот наверное нам надо с ними связаться слава попробуем торговые маяки чтобы отправлять товары или серебро орбитальным торговцам вам нужно построить торговый маяк ну это я знаю мы сейчас простых торговцев зовем а психолистия еще и портятся да от этого ну может сейчас торговцы опять же их попробуем продать а так запросить торговый караван уууууу рядом с торговым маяком блиин даже так мы можем только отключиться у нас нету столько серебра да у нас чуть чуть не хватает чтобы караван запросить 600 серебра на запрос каравана мне что то казалось что 300 но и опять же нужен торговый маяк для этого А если мы свяжемся с Вот этим племенем Они нам рабов поставляют То же самое, да, короче Ладно Печально немного Мне реально казалось, мне ребята писали по 300 На запрос торгового каравана Ну, может быть, я и перепутал Что, скорее всего Открыта область Выкопали здесь немного, окей Дима, перенеси кукурузку Сразу, раз ты уже здесь На складец Так, как у нас тут Внутри 1 градус, блин Внутри 1 градус Ну, хотя бы Вот эту вот штуку доделаем Тоже хорошо Тоже полезно будет Не, ну мы можем, конечно, торговый маяк Вот сюда поставить Да, и что Но все равно серебро А серебро можно выкопать У нас где-то было серебро Ну, подожди, подожди Мне еще ребята писали Что можно якобы запрашивать Конкретных каких-то торговцев Которые мне интересны Во, серебро А ну-ка Ага Причем Два кусочка Здесь и все, да? А потом разобрать А ну-ка Кто там? Дима Дима и Влад Давайте сюда Быстренько И Вадим еще тоже На разборочку Попробуем Быстренько А, Дима и Влад Они подумали Да ну тебя в баню С твоими дурацкими приказами И ушли Может, Вадим Немного серебра Склада будет Торговый маяк Я могу поставить Пока что сюда Хотя бы Да, я опять же Надеюсь, что его Можно будет перенести Но Я почему-то в этом Сомневаюсь Ну, можно попробовать Нам как бы Попытка, не пытка Другого склада У нас нет Пока что И область Для другого склада Пока Выкопать Не получится Так быстро Как хотелось бы Так Ну, так Точнее Удались Так Эй А, и тут тоже Да Я понял Хотя бы Немного Расширим Склад Область Крыш Может быть Больше Сюда Всего Поместится Что там Аяка Родила Блин Ещё Ещё Голодные Рты Давайте Мы Детей Дети Как раз В этой Зоне И остались Да Хорошо Хорошо Коты Ещё Вроде Не забеременели Так И Даша Давай Давай Торговый Этот Маяк Быстренько Зафигачим Здесь Попробуем За 600 Всё-таки Вызвать Торговцам Блин Если Правда Придет Не тот Торговец Будет Немного Обидно Если Он Не Заберёт У меня Всех Этих Котов Проклятущих Энергия Как Всё Сложно Ладно Включим Здесь Крышу Надо бы Тоже Сделать Побыстрее Так Области Область Крыш Вот сюда Обогреватель Пока Включать Не будем Это Уж Точно Так Ого Кстати Эти штуки Тоже Можно Будет Продать Затмение Прошло Лучше Жара Прошла Хотя Мы в пустыне Чего Я тут Ожидал Так Серебро Надо Выкопать Да И Забрать Всё Кто У нас Дима Добывать Влад Добывать Саша Попробую Разобрать Эту Стенку Интересно Что Там Дима Ты Прикалываешься Нет Он Серьезно Я Тебе Дал Конкретную Четкую Проходя Мимо Древнего Строения Александр Причувствует Недоброе Он Не уверен Почему Он Но он Чувствует Что Эти Пыльные Строения Несут Себе Большую Опасность Всё Понял Всё Понял Саша Спасибо До свидания Вот это мы убираем Отменить Эту часть мы раскапывать не будем Так Добывать серебро Голодание Животных Ну придется Теперь Открывать Вот эту Зону Внутри Минус Двадцать Хорошо Немного Расширить Зону С едой Ну что Врываемся Голодный Зверю Я Ну зато Смотрите Как Кормежка Очень удачная Такая Все быстренько Заходят Все быстренько Едят И все Быстренько Выходят И холодильник Может быть даже не успеет Ещё Нагреться сильно Все Голодание Животных Прошло Уменьшаем До зону Еды Убираем Вот это Вот так А ну Все правильно Да Все Все Поели И хватит Уходим Уходим Вы уже будете Кушать в следующий Раз Во И не успел Холодильник Нагреться Технично Технично Так Что там С серебром Дима Вы Прикалываетесь Ребята Боже мой Почему Почему Они не Выполняют Мой приказ Мой приказ И идут заниматься Своими какими-то делами Дима Давай Попытка Номер Я не знаю Следующая Третья уже По-моему Дима Уже риск Легкого Нервного срыва Пока он туда-сюда Гоняет Без толку Да Никак не может Выкопать Здесь пару кусочков Серебра Они просто Все наверное Чуют опасность И сваливают Сразу Сколько интересно Идет у нас Серебра С одной кучки Тридцать пять А ну нам хватает Да Как раз Четенько Все серебро Израсходовать Так И теперь Перенеси Это серебро На склад Ну и теперь Наконец-то Сможем вызвать Тороговца Он правда Придет тоже Через какое-то Время Не сразу Мы еще Успеем Дожрать Всех этих Мертвых Ребят Все порядок А ну-ка Подождите Не порядок Вот Все Теперь порядок У Димы Да Все Все Зовем этого Торговца Ну что Запросим Торговый Караван О Смотрите Можно Да И Нас Интересует Блин Какой Торговец Нас Интересует Оптовый Торговец С оружием Торговец Экзотикой Наверное Да Ну наверное Самый Богатый Будет Наверное Торговец С оружием Да Может Оптовый Торговец Тоже Будет Животных Продавать Но Экзотический Тоже По идее Должен Я думаю Надо подумать Надо подумать Я пойду Погуглю Наверное Даже Ну Навике Конечно Еще устаревшая Информация По поводу Только кораблей Но Суть Наверное Примерно Такая Торговец Экзотикой Да Продает Редких Экзотических Животных И покупает Торговец Оптовый Специализируется На продаже Еды И других Материалов В больших Количествах Ну как то так Там написано Поэтому мы Заказываем Торговца Экзотикой И в течение Нескольких Дней Он прибудет К нам Хорошо Хорошо Кевин Нильсон И можно Теперь Отключиться Да Мы Заказали Деньги Ему Уже Улетели Вот Нужно Правда За это Время Успеть Еще Пособирать Может быть Каких-то Материалов Что-то Мы сможем Попродать Еще Кирпичи Те же Пособирать На склад Перенести Которые у нас Валяются Без дела Топливо Кстати Интересно Почему топливо Нынче Али она уже Испортилась Нет Еще не Испортилась Но можно Перенести И топливо Будет Тоже Давайте Теперь Мы Саша Все-таки Вернем Саша 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 Строительство Мы тебе поставим На троечку Какую-нибудь Ты у нас В первую очередь Будешь Переноской Вещей Заниматься Так И Ты уже Не завидуешь Тане Насколько я понимаю Да Вроде бы Да Не завидует Уже Никому И это Чудесно Так Подожди Давай Давай Топляка Немного На склад Перенесем Может быть Действительно Топливо По 3 бакса Да Не густо Кирпичи И то проще Продать было бы Ну кстати Можно Где-то у нас А Не Вот здесь Валились Эти кирпича Которых Я думал Не Ну за ними Мы точно Не пойдем Это 100% Ну как-то так Ладно Пока живем Пока живем Это хорошо Наши шахтеры Дорабатывают Так 11 компонентов Давайте мы построим Теперь Производство Надо Выкопать Еще Немножко Здесь Участочек Такой Ну я думаю Можно даже Выкапывать По полной Программе Уже Да Вот так И у нас Будет большая Крафтовая Комната Такая Одна И здесь Будут склады Потом Как-то так Так Ну вроде бы Хорошо Кормежка Прошла успешно Холодильник Не Перегрелся Эй Котик Эльвира У тебя тут Вон Спальные места А Спальные места Наверное Эти в зону Не попадают Да Расширить Область еды Да Точно Я совсем Забыл об этом Вот так вот Все от холодильника Далеко не отходят Ждут и надеются Но мы кстати Рок Трумбо Сможем продать 3000 баксов Все таки Цена Весьма Неплохая Почку Сможем продать Даже тоже Она тоже стоит Ну не дорого Как коты По 250 Но десяток котов По 250 Это уже 2500 Так что Это Вполне Вполне Нормально Но мы 600 Долларов Отдали На запрос Каравана Поэтому Но нам Срочно нужно От котов Избавиться Вот прям Реально Кормить Не хочется Содержать Я даже Этих Варгов Продам Они почем Стоят По 320 Не дорого А малыши Почем По 180 Пока не подросли Джерри И Эдди Малыши Варгов Тоже наверное Их продам Я не знаю Даже Стоит ли Их оставлять И кормить Постоянно Или не стоит Что там Надо мне Мигать Постоянно Давайте Здесь еще Одну дверь Поставим На всякий случай Так Хорошо Ох Хлам Уже Попереносили Туда На тот Склад Наркоту Кстати Что-то так Пока никто И не перенес Да Ну Даша Ты перенесешь Нет Она Нет свободного Места Настроенного А как же Я вроде бы Здесь включал Наркотики А Качество Здесь Да Я понял Там только Хлам всякий Лежит Действительно Ну ладно Все Сейчас строительством В первую очередь Занимаемся Здесь Комнатку Сделаем Хорошую Такую И Поставим сюда Крафтовые Столики Надо Кстати Перенести Наверное И продать Лекарственные Травы Почему Они стоят Кстати По 12 Мне ребята Говорили Что надо Продавать Лекарственные Травы Выращивать И продавать Хорошо Мол Стоят Но Что-то Как-то По 12 Не шибко Хорошо Но Можно продать На самом деле Я думаю Да Давайте Добавим Сюда Нам Они Сейчас Вроде Как И не Надо Эти Лекарственные Травы Именно Да А деньги Зачем Мне Деньги Кстати Ладно Я Что-то Все Продать Решил Нам На самом Дели Деньги Не нужны Чисто Деньги Ой Дориан Подъедает Тут Дориан Там же Есть Еще Этот Пачка Комбикорма Нет Ты решил Мясо Пристрастился Да Уже Вот ты Коварный Пес Какой Может Кстати Верблюдо Какого-нибудь Купим Я бы Поменял Вот эту Толпу Животных На пару Верблюдов Просто Для того Чтобы Брать Их С собой В Караваны Это Было Было Очень И Очень Кстати 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 У нас Энергия Немножечко Расходуется Потому 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 У нас У нас Самом Неудачном Месте Лежит Маяк А мы Его Можем Только Разобрать Вот Отстой Подключить Куда-то В другое Место Мы Его Не Можем Хотя Можно Попробовать А ну Ка А мы Можем Блин А я не знаю Стоит ли Отключать Консоль Связи Или Не Стоит А то Вдруг С нами Связаться Никто Не сможет Потом Ну-ка Открыта Область Что? Где? Ага Окей Без крыши Так Теперь У нас Все без крыши Здесь Получилось Давайте Сделаем Крышу Я знаю Приказы Области Расширить Область Крыш Сделаем Здесь Крышу Видимо Большой Это Да Такой Оказался И здесь Без крыши Все Теперь Мм 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 Надо ли нам Здесь крыша Вот в чем вопрос Внутри Внутри Все Крышу Заделали Все хорошо Ладно Так Эй Ты куда заходишь Сюда нельзя Сюда нельзя Ага Нельзя Можно Вот Теперь нельзя Как тут у нас Минус 17 Все Без крыши Так Без крыши Вот здесь Без крыши Как-то непонятно Ладно Давайте Начнем Строить Потихонечку Верстак Для сборки Ооооо Какое же Оно Все тут Здоровое Здоровенное Ну Прямо так Поставим Рядышком Наверное Или Ставим Клеточку Какое же Оно Здоровенное 20 Компонентов Нужно У нас Сейчас 10 Но У нас Есть Еще Запасы По идее Да Вот здесь У нас 8 Компонентов Лежит Может Быть Где-то Еще валяется немного. Сейчас Саня проснется, пойдет, сходит за компонентами, я думаю. Ну или, может, кто строить будет, да, принесут компоненты, я уверен. Так, хорошо. Я думаю, что на этом пока что серию можно закончить. У нас вот такой вот котапокалипсис получился. Пришлось и холодильник прямо спасать. Но зато мы из-за этих котов построили консоль связи и вызвали торговца. Если бы не коты, я бы, наверное, консоль связи еще бы не скоро построил. Ну а так, теперь можно будет их продать, заработать на них немного деньжат, продать рок-трумба сразу. И варгов я, наверное, тоже продам. Мы, наверное, не будем таких прям хищных животных содержать, потому что в бою они... Ну, опять же, жалко их... Жалко их в расход пускать, да, не хочется, конечно. Лучше мы хасок потренируем, да, и их кормить просто легче. У нас не так много мяса, чтобы кормить таких животных постоянно, а трупами только лишь одними кормить. Ну, это такое удовольствие с таким холодильником постоянно что-то делать, пытаться, да, и... Ну, это не очень весело. Лучше, действительно, куплю пару верблюдов или пару муфало, например, чтобы можно было самому в караваны отправлять наших торговцев уже, да, под охраной. Мы можем отправить пару человек через какое-то время, когда сможем, когда будем готовы к этому. Так, потихонечку у нас все зарастает всяким добром, да. Это у нас внутри, комната готова. Здесь хорошо все растет. Дьявлонитник, может быть, он успеет вырасти еще и... А может, и не успеет вырасти вторая порция дьявлонитника. Потом можно будет из него одежду какую-то крафтить и продавать. Ну, в общем, пока дела идут хорошо, но на нас давно никто не нападал, на самом деле. И я думаю, что в следующей серии будет какой-нибудь рейдик. А то пора. Вместе с торговцами, да, кто-то придет, наверное. И... Наверное, из этого холодильника мы просто крематорий сделаем. Вот. И будем сжигать просто трупы рейдеров. Не будем их оставлять, не будем животных приучать есть человечину. Хотя это, с одной стороны, интересно было, да, так варгов разводить. Но... Да. Было бы у нас хотя бы еще мясо постоянное, приток какой-то, да, тогда было бы немного проще. Но в пустыне разве что постоянно трупами кормить, но не очень. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.